Всем привет! Сегодня мы поговорим о менталитете о Турции, вообще о стране, для тех, особенно, кто планирует переезжать в Турцию, или кто вообще подумывает о нахождении каком-то долгосрочном в Турции, это могут быть полгода, год или вообще вся жизнь, неважно. Рекомендации, хочу дать свои наблюдения некоторые, кому в Турции может не понравиться, или кому в Турции как страна, менталитет, люди, общество не подойдут, кому здесь очень может быть трудно. Рассказывая это, сразу говорю дизлеймер, я не хочу кого-то опорочь, поругать, покритиковать или еще что-то в этом роде. Меня лично все устраивает с тем, что я буду перечислять, я с этим отчасти там свыклась, например, привыкла, срослась, приняла и так далее. Для меня это не является каким-то критическим моментом, для меня это приемлемо, поэтому я здесь и живу, и никуда, например, не уезжая, меня все устраивает. Так что давайте приступим. Кому Турция может быть противопоказана, кому в Турции может быть очень тяжело, непривычно и некий такой внутренний диссонанс будет, да, некоторые контры, будет очень тяжело принимать все, что здесь происходит и будет раздражать абсолютно все. Люди, для которых важны личные границы, если вы не любите, когда дают непрошенные советы, лезут какие-то комментарии дают или задают личные вопросы на личные темы. Для человека с такими четкими личными границами в Турции ассимилироваться, вступать в общество, хоть будет довольно-таки трудно. Вам придется всегда держать свои личные границы, не допускать до них, то есть это всегда будет в напряжении, или сливаться и допускать людей до своих личных границ, но умеренно каким-то образом, да. В общем, будьте готовы, что это будет всегда, здесь личные границы очень размыты порой и всегда будут припирать, то есть это не вопрос того, что вы временно приехали, адаптируйтесь, а потом, типа, этот момент станет таким незаметным фактором и все, короче, типа, я привыкну. Не привыкнете, это будет всегда, только не изменится, всегда будут попирать границы, давать непрошенные советы везде во всем и задавать личные вопросы. Будьте к этому готовы. В Турции может быть очень трудно людям, которые не любят вступать в контакт с малознакомым человеком, поддерживать какую-то светскую беседу, о чем-то общаться, вести какой-то диалог с малознакомыми людьми. Здесь это часть общества, здесь это принято, здесь это нормально и считается хорошим тоном. Это не только про small talk какой-то, да, приятный, который во многих странах есть. Здесь именно сразу вот эта предыдущая граница, личные вопросы, то есть у вас здесь могут нормально спросить, кем ты работаешь, какая у тебя зарплата или кем там твой муж-жена работает и в таком роде. Жители, нисколько ты, да, получаешь или вообще нормальный вопрос, это здесь, когда у тебя спрашивают, твоя квартира или ты снимаешь, или ты ее купил и так далее, и сколько ты за нее плачешь и все прочее. Если вас это очень сильно неприемлемо напрягает, это будет всегда, сразу говорю, кто не любит, когда к нему навстречу опаздывают, обещают что-то и не выполняют, очень размыто как-то дают какие-то определения, не точно, нет какой-то четкости, точности. Это проблема, мы берем сейчас работу, в основном бизнеса, работы, работодателя, вот этих всех взаимоотношений. Почему это очень важно? Если вы четкий, конкретный, по часам эпидантичный человек, вам будет очень трудно в Турции, потому что есть такой термин «бакалум-бакарыс», то есть увидим-посмотрим, это неоднозначно, это значит, на самом деле, никогда это не свершится, ничего смотреть и ждать, можно уже не ждать, если вам скажут «посмотрим». Это уже не обязательно. Если мы берем работу, это растянувшийся обед, постоянные перекуры, выйти попить чай, покурить, очень многие другие курят, это опоздания различные, если вы набираете персонал в компании, работаете, дисциплина, это проблема, это невыполнение каких-то обязанностей, может быть, и при этом никто в воскресенье, сверхурочно никто работать не хочет, никто в субботу, в воскресенье, если это не рабочие дни, выходить на работу, отвечать на письмо, смс-ки и все прочее, скорее всего, не захочет. Не все, конечно, за всех сказать не могу, но очень большинство людей, если вы даже в сфере какого-то обслуживания, и этот день выходной, трубку от вас не возьмут, и вам на смс-ку или на письмо ответят в понедельник, когда будет рабочий день. Но при этом турки очень хорошие трудоголики, они могут выполнять хорошо свою работу, если вы планируете работать с турками, бизнес открывается, и условно они за небольшое вознаграждение, за низкую зарплату могут хорошо отдаваться работе. Но при этом растянутый обед, постоянные перекуры, посидеть, потринтеть, переговоры деловые часто переходят на личные какие-то темы, смешивается личная и рабочая, здесь вот эта дисциплина и дистанция, не соблюдаются личные границы в работе в том числе. Вам очень будет трудно в Турции, если вы любите правила, четкую схему и структуру, если вы не любите, когда правила нарушаются, мы это можем в простом виде наблюдать, правила в каких-то, дорожные правила, в вождении машин, переходить в пешеходную зебру, переход и так далее, могут зубить даже. Это мелкие бытовые какие-то примеры, это правила в госструктурах, где всегда можно обойти, можно где-то попросить знакомых договориться по знакомству, обойти какие-то правила, которые существуют. И если есть правила, не факт, что их могут до конца выполнять, это зависит, конечно же, от сферы деятельности различной, но вот тут даже дорога, транспортное движение и правила дорожные, это огромный этому пример, который показывает всю суть. Каждый едет типа по правилам, но их тут же нарушают, и на дорогах в крупных городах нет полицейских, которые это отсматривают, в основном это камеры, которые смотрят превышение скорости, мелкие какие-то нарушения. Такого, чтобы крупное, это все сходит на эти правила, закрывают глаза, так же, как и, собственно, те же люди, которые должны инспектировать эти правила, наблюдать за этим, пресекать эти нарушения, этого не происходит. И так во многих сферах жизни и деятельности людей, если вам нравится, когда все четко по правилам, по букве закона и так далее, в Турции вам может быть сложно. Но при этом в неких сферах деятельности, когда есть правила и законы, они соблюдаются, штрафуют и так далее, законы работают. Но где-то очень лояльно всегда можно обойти закон, можно найти знакомство и людей, которые тебе помогут это сделать. Так же вам в Турции будет трудно и очень непривычно и тяжело адаптироваться, вообще существовать. Если вы любите, когда вам в лицо говорят правду, не задумываясь о последствиях, а с вами откровенны и до конца рассказывают то, что думают, условно, лучше мне там горькая правда, чем сладкая ложь. Вообще не про Турцию и не про турок. Здесь никогда в лицо не будут говорить, потому что это считается дурным тоном, неприлично, некультурно, и ты грубиян и хам, если так поступаешь. Тебе будут максимально врать, максимально оттягивать плохой момент и так далее, лишь бы тебе не сказать правду, от которой тебе будет плохо, горестно, ты расстроишься, тебе принесет какие-то неприятные эмоции. И если вы любите четко, да-да, нет-нет, и только в лицо, только напрямую, вообще не про эту страну, и я сразу скажу, что под себя подстроить, поделать всех людей не получится, вам не получится привнести свои правила в общество, в огромную страну, которая существует, потому что это невозможно. Этих людей гораздо больше, чем вы один. Один в поле, не воин, переделать всех под себя не получится. Если вы, например, организовываете какую-то работу, бизнес или еще что-то, набираете под себя персонал, вам будет просто очень трудно, энергозатратно с ними спорить, устраивать микроклимат и так далее, вы все равно пойдете на уступки, так как вы точно хотите, у вас не получится повоевать с этим менталитетом людей. Вам либо придется всех своих нанять, но официально, чтобы открыть компанию в Турции, вам надо нанять на одного иностранца пять турок, такие правила, и там еще есть определенный фонд материальный в компании, должен быть бюджет. Поэтому вы просто не сможете подобрать всех под себя и быть очень долго. Это будет очень мучительно, так что это будет очень трудно. Также вам будет очень трудно в Турции, если вы не понимаете, не воспринимаете полунамеков, полутонов, недосказанности, читать сквозь буквы, разглядывать какие-то символы, недосказанности, полутона и так далее. Если вы это не читаете, не умеете считывать, вам придется научиться это делать просто тупо, чтобы понимать окружающих, понимать истинный смысл их поведения, их слов и так далее, реакции, чтобы здесь жить, существовать и выживать. Иначе вы каждый раз будете наступать на одни и те же грабли, вам в лоб будут сыпаться одни и те же шишки, вам будет больно, трудно и вообще проблематично встраивать взаимоотношения с местными. Вам придется адаптироваться под это, подстраиваться и начинать вот это все считывать, учиться этому. И это определенный опыт нескольких лет, поверьте, сразу быть в курсе и понимать истинный смысл какого-либо поведения, жестов, общения и так далее вам не получится, потому что у всего здесь двойное дно, у всего есть какое-то подспорье, смысл отдельной тайны. Если вы не такой человек и не хотите в это входить, в этом разбираться, может быть лучше задуматься, что в Турцию лучше не переезжать или не находиться в ней, вам будет очень трудно. И последний пункт, вам будет легко в Турции, вам Турция подойдет, если по своему характеру, воспитании, то какой вы человек, по своему назовем так мутру, вы легко входите в контакт с людьми, ваша сфера деятельности это общение, коммуникация, люди, социум, торговля, договариваться, доболтаться до чего-то, это ваш конек, вам легко сходиться с людьми, вы такой поверхностной отчасти человек, как будто бы к себе подпускаете на самом деле, держите на расстоянии, человек этого не замечает, вы такой приветливый, это ваша страна, вам здесь будет очень легко, очень комфортно, здесь очень много таких людей, как вы, большинство, практически, наверное, всех, это часть их менталитета, и вам здесь будет, вы просто будете чувствовать себя как в воде, это для вас очень будет приемлемо, комфортно, удобно, таким людям в Турции будет очень легко, вы себя почувствуете, как у себя дома, у меня есть такие знакомые, которые переехали из России, которые здесь очень комфортно себя чувствуют, у них фактически не было никакой адаптации, они как будто бы никуда не уезжали, но эти люди абсолютно такие были у себя на родине, это их воспитание себе, такой человек, так сложилось, такой у него характер и так далее, вот таким людям здесь очень комфортно, им очень легко влиться в общество и общаться здесь. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии на эту тему, что вы еще можете дополнить, например, я в инфобоксе под видео оставляю свою почту, и там, если вы хотите узнать о консультациях моих как психолога, напишите тема письма, консультация, и если вам нужно подготовиться каким-либо образом, задать вопросы по поводу переезда, тоже это можно сделать в формате консультации, пишите, пожалуйста, на почту, я вам отвечу. Спасибо за комментарии, лайки, всем пока!